Он хамерён экрана. Он хочет творить искусство и развегать горизонты. Он может сниматься в безумных комедиях. Я чуть не умер с осмехом. Он был как революция и глубоких драмах. Просто посмотрите в его глаза, это же Энди Кауфман. Но Джим Кэрри нелегко пришлось в детстве. Всей семье пришлось работать охранниками и уборщиками. Он жил в крайней диккенсовской нищете, в фургоне. Отчаяние им поделись вове для опознания чего-либо и творения ничего. Он долго шёл к вершине голливудской славы. Мы пришли к нему и сказали, это сделает из тебя звезды. Они буквально сказали, что сделают из меня самого высокоплачиваемого актёра. От испытаний на малых сценах, зрители его зашли, и они пришлось его вышвать. До бесстрашных выпадов на телеэкране, он вышел вот так, сейчас я вам кое-что покажу. И безумно смешных... Драматически поздравляю ладки. И смелых ролей в фильмах. Я не могу быть правдивее Стивена Рассела, мистер Эллин Холли. Он и так правдорог. Он не хочет давать людям то, что они ожидают, он хочет удивлять. Джим Керри старается изумлять и держать поклонников к напряжению. Я всегда рисковал, так с чего бы мне останавливаться сейчас. Биография Джим Керри В начале 80-х 20-летний Джим Керри был восходящей звездой в комедийных кругах на стендап-сцентах. Он сыграл полные залы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лос-Анджелесе, выступая с паровыми знаменитетами. Джек Николсон Клинт Иствуд Джеймс Дин Джим прекрасно пародировал Дэвид Холли. Он буквально перевоплощался в разных персонажей, и они были превосходны. Поля Отобразить сущность человека Боб Змута Он становится этим человеком Кермет Жаба Ему минут 10 аплодировали стоя, таких оваций удостаивали только Робина Уильямса. Но Керри не хотел ограничиваться пародиями. Он понял, что многие не принимают этот вид комедии всерьез. Мартин Нилл Он не хотел кончить в Вегасе, развлекая праздную. Имея блестящие пародии неспособности, продвинуясь его на сцене, Тэн Керри решился на смену шаг. Помню, как он говорил мне о постепшем его прозрении, он собирался покинуть сцену. Он переживал это откровение. Ларри и Хорридс. Он стал изображать нечто бунтарское, чтобы посмотреть на реакцию аудитории. Иногда он просто стоял несколько минут и молчал. На это нужна смелость, чтобы взять и послать всех. Если кто-то приходил посмотреть на пародии Джима, то уходил разочарованным. Он не раз провалился. Бывало, кто-то жестко требовал, чтобы я изобразил что-то из старого репертуара. Но Джиму удалось покорить зрителей, и его рискованные представления оправдали себя. Джим и Масайл, все говорили, что ты вроде кто-то этот ненормальный. Я, наконец, стал доволен творческим процессом, хоть и рисковал. Джим удивил своих поклонников тем, что рисковал всем тем, благодаря чему достиг успеха, но он знал, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Джеймс Юджин Керри родился 17 января 1962 года в Нью-Маркете, провинции Онтарио. В семье, помимо него, было твои детей Пэт, Джон и Элита. Его мать Кэтлин была домохозяйкой, а отец Пэтси бухгалтером, но не по призванию. Его отец был саксофонистом. Отец Джим хотел стать музыкантом, но ему надо было содержать семью, Брайан Бальдаза, и потому он пошел в бухгалтер. Чтобы поддерживать семью, Пэтси пришлось отказаться от своей мечты, но он не сдавался. Джим Керри не боялся работы, у его семьи было немного денег. Денег не доставало, но вот чего было в достатке, так это юмора. Первое, что запомнил Джим из детства, это сэр. Нэнси Крюк всегда всех смешал, он милый и Дэвидсон. Но в семье Керри и не все, что в ласке, и Джим пытался исправить положение дел с помощью смеха. Моя мать болела, и я пытался ей помочь, но сколько мог. Мать Джима сильно болела, и Джим пытался приободрить. Я изображал богамолу из всяких других штуки, бился головой на стены и падал со ступенек, чтобы развесилить ее. Но Джим старался не только для матери. Он развлекал талантливый класс. Иногда он развлекал своих одноклассников, стоя между партами и выжидание звонка. Они валялись на полу от смеха. Люси Белведер. Он давал представление в классе. Леттер из пива. Здесь им нравилось. И чем рисковее был Джим, тем больше им нравилось. Учитель Джима в седьмом классе, Люси Белведер, нашла умное решение для выписки умной энергии дыма. Она сказала ему, что если он будет хорошо себя вести, она позволит ему выступать перед классом 15 минут перед звонком. Он с удовольствием это делал. Он пародировал Элвиса, Джона Уэйна, Клинта Иствуда и даже немного фонса. Дети вставали и кричали «Браво!» и аплодировали стоя. Развлекать класс одно, но в 77-м году 15-летний Джим попробовал себя на стендап сцене. Его родители знали о его превосходных способностях. Его отец повез его на вечер свободного микрофона в комедийный клуб «Як-Як» в Торонто. В то время «Як-Як» был новым комедийным клубом в Торонто, основанным местным домом культуры. Джим предстал перед публикой в образе подростка в бледно-лубом домашнем костюме. И вот этот долговязый подросток выходит на сцену, а уже изрядно набравшийся зал ждет хорошего комика. В то время мы пускали на сцену всех желающих, Марк Брестлин. Отчасти из-за того, что нам особо некого было приглашать, мы выпустили его, и он сделал пару пародий. И провалился. Он показывал все то, что показывал своим одноклассникам. Натягивал кофту на колени и изображал доли партом, что могло бы понравиться 15-летним подросткам, но совершенно не интересовало взрослым. Аудитория его зашикала. В то время мы жестко провожали со сцены, и я давал ему пинка. Мы так делали. Брали за шкирку и давали пинка, так что актер летел со сцены. Для 14-летнего подростка, который впервые выступает на сцене, это очень унизительно. Но провал на первом выступлении не шел никакое сравнение с драмой, разобравшейся в семье Керри. В 1977 году Джим Керри впервые выступил на сцене профессионального Торонцкого комедийного клуба и провалился. 15-летний подросток был раздавлен. Но этот провал не шел ни в какой сравнении с тем, что вот-вот должно было произойти в его семье. Чтобы обеспечивать семью, отец Джима Перси бросил музыкальную гарьеру, но его решение не рисковать обернулось ему боком. Его отец был бухгалтером. Отработав 26 лет, Скотт Рапп, он попал под сокращение и согласился на непростую работу. Перси пришлось согласиться на работу сторожа на одной из фабрик. Крупной торонтской организации по названию Тайтен Уиллс. Фабрика Тайтен Уиллс была готова предоставить семье жилье, в обмен на это вся семья должна была работать с на фабрикой. Вся семья должна была работать охранниками и угроженными. Жизни хуже нельзя представить. Вместо того, чтобы поспать или подготовиться к школе, они должны были убирать туалеты на фабрике. Перемена условий хуже всего отразилась на 15-летнем режиме. Джим спал на уроках, стал отставать и в конце концов бросил в школу. Я был зол на весь мир за то, что произошло с моим отцом. Я хотел свернуть кому-нибудь шею. Под удар была поставлена сплоченность семьи, и вся ей жизнь надо было как-то выбираться из этого отчаянного положения. Вся семья настолько ненавидела эту работу, что решила бросить ее и остаться без жилья. Не имея дохода и жилья, им пришлось перебраться в дом на колесах неподалеку от Торона. Он жил в крайней нищете в фургоне. Семья Кэрри упала на самое дно. Но до 16-летнего Джима это было ценным жизненным уроком. Он понял, что надо делать то, что нравится. Потому что жизнь всегда будет трудной. И эта мысль придала ему сил. Он понял, что не только он, но и его отец мог бы выступать на сцене. И если это будет не он, то это буду я. Отчаяние необходимы условия для опознания его либо и творения его либо. Точно. В надежде заработать что-то для семьи, Джим попробовал себя на сцене во второй раз. Джиму было 17, и он отточил то, что делал, когда ему было 14. Он выступал на собраниях и в домах престарелых. Он выступал 2-3 раза в неделю. Он стал зарабатывать деньги. Дэвид Форн. Он по-прежнему делал пародии, но на этот раз он делал их превосходно. Ему все удавалось. О, Кремми! Кремми, любовь моя. Возлюбленный мой. Кремми. Молва быстро разносится. Через год в клубах в Торонто все только и говорили, что о потрясающих представлениях Джима Керри. Не важно, насколько крупным было мероприятие. Дэми Томпсон. Он заставил людей смеяться от момента выхода на сцену до момента ухода. Спустя два года после начала выступлений в Торонто местные критики уже предрекали Джиму большое будущее. Торонская звезда оказалась на шоу в среду вечером. Газетные заголовки гласили восхождение новой звезды комика. Кто-то писал, я видел будущее комедии, это будущее Джим Керри. Именно в тот момент жизнь Джима изменилась. У Джима не было покровителей, у него был талант, Ларри Ходз. Он хлынул на сцену. Было ясно, что в 18-ти годах Джим Керри перерос местную комедию сцену. Если ты хочешь быть комиком, тебе надо ехать в Лос-Анджелес. Ему нужен был простор для творчества. В осенью 1981 года Джим отправился в самую большую песочницу комиков, Лос-Анджелес. Джиму было непросто на это решиться у него. И у его семьи не было денег. И он понимал, что он будет зависеть от них, пока не начнет зарабатывать деньги самостоятельно. Но глубоко в душе Джим верил, что игра стоила свечи. Он знал, что станет звездой. Знал. Как-то он проходил мимо китайского театра Граун. Там он выбрал место для своих отпечатков на Аллее Славы и стал прикладывать к асфальту свои ладони. Хотя это была шутка, он не думал шутить. Он собирался оставить их когда-нибудь всерьез. Скорее Джим привлек внимание менеджеров шоу «Сегодня вечером». Он покорил их номером в одном из самых популярных комедийных клубах Лос-Анджелеса «Импро». Посетители шоу «Сегодня вечером» слышали о выдающемся молодом комике, выступавшем в клубе «Импро». Джим выступил со своим обычным для клуба номером. В те времена выступление на шоу «Сегодня вечером» могло вознести карьеру до небес, Брайан и Бренд-Азар. На следующее утро мы ожидали звонка, чтобы подтвердить время выступления на шоу. Мы с Джимом были в гостинице, наконец они позвонили и сказали, «Извините, нам кажется, он еще не готов». Я был раздавлен, я даже не знал, что ответить. Они сказали, «Материал слишком слабый». В кои-то веки нам улыбнулась удача, и вдруг снова провал. Впервые Джим почувствовал себя горько голливудского отказа, но он не собирался так просто сдаваться. Осенью 1981 года Джим Керри приехал из Торонто в Лос-Анджелес, чтобы покорить комедийную сцену. Интерес к менеджерам шоу «Сегодня вечером» его выступлением закончился ничем. Но уверенный в себе 19-летний юноша не собирался сдаваться из-за одной неудачи. Настрой не более решительный, чем когда-либо Керри вернулся на сцену и стал выступать в одном из заметных клубов Лос-Анджелеса. Джим устроился в комедийный клуб «Митси Шорл». Все великие комики 70-х и 80-х начинали там. Дайс Клэй, Робин Уильямс, Сэм, Киннистон, Розан. Ведущий объявил, сейчас сюда выйдет новый парень, и вы еще не раз его услышите. Ведущий попал в точку, но Джиму пришлось много работать, чем он стал в знаменитетах. Сегодня всем кажется, что он добился успеха в одночасье, и на девять Джим потратил на это год. Он жил в маленькой комнатке за сценой вместе с Луи Андерсоном и Яковом Смирновым. У них не было денег, но было дело. В течение следующих двух лет репутация Джима продолжала расти, как его амбиции. Как-то он ехал по Малхолланд-драйв и вдруг остановился. Он выписал себе чек на 10 миллионов долларов. Спустя 10 лет ему удалось обновить чек. Он был упорным, никто не мог его остановить. Джейми Масада. Как-то летом 83-го года передей публики клуба присудил влиятельный голливудский деятель, президент телекомпании NBC, Брэндон Тартиков. Брэндон Тартиков выпускал хит за хитом на NBC, «Контроп», «Блюз Хейлстрит», «Шоу Косби», «Семейный музык». Джим так его впечатлил, что он предложил ему главную роль в новом ситкоме «Утиная фабрика», о молодом наивном аниматоре, пытающемся прорваться в Голливуде. Вы, случайно, не Брукс Кармайкл? Да. Я ваш самый большой поклонник, Скип Таркинтон. Джим был на седьмом небе от счастья, он понимал, что это значило. Глава крупнейшей медиакомпании считал, что Джим станет не кем иным, кроме как следующим Робином Уильямсом. Он попал в шоу «Утиная фабрика», купил небольшой дом к северу Голливуда, и Джим решил, что будет здорово перевезти туда всю свою семью. Он был хорошим сыном, заботливым, и хотел помочь своим родителям. Он был очень привязан к своим родителям. В осенью 1983 года Джим поселил своих родителей в маленькую комнату своего скромного голливудского жилища, однако спустя несколько месяцев фортуна снова отвернулась от Джима. К сожалению, «Утиная фабрика» не воззамела успеха. Сюжет «Утиной фабрики» не позволял таланту Джима раскрыться. Бетси Феллс. Они не давали Джиму возможности раскрыть свой талант. Шоу закрыли после 13 серий. Для Джима это стало ударом. На тот момент Голливуд его не принял. Он был в ярости. Как вы могли, пару месяцев назад вы говорили, что сделаете из меня первую звезду в городе, а теперь вышвыриваете вон. Все развалилось. Джиму было очень тяжело, он был очень подавлен. Летри спива. Учитывая нарастающую депрессию и отсутствие дохода, отношения Джима с родителями стали напряженными. Чем дольше они жили вместе, тем агрессивнее становился Джим. Его начали преследовать кошмары, мы узнём, что он расстраивает своих родителей. Деньги закончились, и Джим больше не мог позволить родителям проживать в его доме. Это решение далось ему с трудом. Мартин не мог. Положение дела стало таким, что лучшее, что можно было сделать, отправить родителей обратно в Канаду. Это стало самым тяжелым решением, когда-либо принятым Джимом, но он продолжал поддерживать их. Зато ему перестали сниться кошмары, его самочувствием улыбку. Джим вернулся на комедийную стену, но теперь его жизнь была не только в сентябре. Он познакомился с официанткой, её звали Мелисса. Ему показалось, что она самая прекрасная девушка из всех, что он встречал. А она была в восторге от души. Их отношения стремительно развивались. 28 марта 1987 года пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге. В сентябре у них родилась дочь, Джим. Джиму пришлось пройти через памперсы, соски, коляски и всё такое, при том, что по вечерам он выступал в комедийных клубах. Устраивая свою личную жизнь, он ни на минуту не забывал о своей главной цели. Джим может быть милым, искренним, любящим отцом и мужем, но не забывает об успехе. Джим решил, что пришло время перейти на следующий уровень и стал брать уроки актёрской музыки. Усердие Кэрри стало приносить плоды в конце 80-х, и его стали приглашать в фильм. Я не хочу быть вампиром, я не вне человека. Она не теряет времени даром. Пэгни, мистер, сквэр, рут. Как я могу петь, когда кругом дерьмо? Но именно роль в научно-фантастической и музыкальной комедии «Земные девушки» легко доступны, дала ему карьере новое направление, во многом благодаря Дэймону Уэйенс. Дэймон Уэйенс с братом создали шоу «В живом цвете». Киннин задумал взять актёров примерно как из шоу «Субборным вечером» в прямом эфире, но разных этнических. Когда началось прослушивание в ситхо «В живом цвете», многие наиболее талантливые молодые комики выстоялись в очередь на оба. В 80-е подходили к концу, многие комики явы в числе только начинали, и все, кого можно вспомнить, участвовали в кастинге, начиная Мартином Лоренсом, заканчивая Даррелом Леном Хугли. Все известные сегодня комики хотели попасть в этот ситхо. Несмотря на серьёзный конкурс, Кэрри предложили роль, но неудавшийся эксперимент по его участию в телешоу дало себя знать. Он сказал, что не хочет попасть в ловушку. Я понимаю, что он имел в виду. Он не хотел полностью зависеть от сценаристов и всех тех, кто говорит ему, что делать. Джим согласился на роль только после того, как братья Уэйнс пообещали предоставить ему творческую свободу, но скоро они поняли, что дать Джиму Кэрри свободу – опасная штука. Мне запомнился один случай. Никогда его не забуду. Джим напился, напился в стельку, и у них с Кинноном произошла небольшая стычка. А понедельник мы читали сценарий, собирались все продюсеры. И вот входит Джим, откладывается на сценарий, поворачивается к Киннону сзади, и начинает читать сценарий своим задом. Лицо Киннона прямо напротив. И я делаю это, и это, и то, и это. Все присутствующие пришли в изумление. Я смеялся до слёз. В 90-м году, когда шоу «В живом цвете» вышло на экраны, Джиму сразу заметил. Он выделялся, и не потому, что был единственным белым парнем, он был безумнее всех в этом шоу. Джоэлл Стейн. Меня зовут Стикки Питерсон. Я ангел правосудия. Играя таких персонажей, как Веру Дэймайл, он накачал его стероидами женщин-фультурист, и Джим доказал, что способен на всё, лишь бы рассмешить зрителей. Ты теперь мой малыш. Джим вышел в образе пожарного Билла. Мне надо кое-что вам сказать. Пойдите немного вперёд, повернитесь налево, вы слегка горите. Мне надо кое-что вам сказать. К 92-му году шоу в «Жилом цвете» стало хитомо, обеспечивая высокий рейтинг и получая многочисленные времени. Но для Джима Керри это было лишь начало. Парень из Торонто-Вот-Вот должен был сняться в одном из самых громких фильмов в десяти. БИОГРАФИЯ БИОГРАФИЯ Джим Керри К 30-ти годам у Джима Керри была жена и маленькая дочь. После восьми лет напряжённой борьбы его карьера пошла в гору. Комедийный сериал в «Жилом цвете» сделал его знаменитым. Его начали замечать в Болливуде. Но когда Джиму в руки попал сценарий фильма «Эйс Вентура. Розыск домашних животных», он не выглядел многообещающим. Этот фильм «Эйс Вентура» какое-то время висел в воздухе. Кэрри Охея Режиссёр был никому не известен. Режиссёра знали только по фильму «Франкенштейн. Горды и Финкстайль». Скотт Рафф. Сценарий отвергли многие другие комедианы. Рик Моранис, Джан Нельсон, Уупи Голбер, все сказали нет. Джим также не был впечатлен. Сценарий был ужасным. Он не понравился Джиму, и Джим хотел отказаться. Участие фильма, которое отвергли все в Голливуде, могло серьёзно навредить карьеру Джиму. Если бы «Эйс Вентура» провалился, Джим провалился бы вместе с ним. Продюсеры так хотели получить Джима, что согласились на его условия полностью изменить сценарий. Ему нужна была свобода творчества. Джим с милостью велся и решил рискнуть, снявшись в Голливуде и Эйс Вентура. Но для этого ему нужно было полностью переписать сценарий. Когда мы снимали «В живом цвете», Джим начал переписывать сценарий. Если его не было на съёмках, значит, он работал над сценариями. Бетси Феллс. Он знал, чего хотел. Шон Янг. И потому постоянно возвращался и говорил «Нет, нет, нет, вот что нам нужно». Когда Джим закончил, от первоначального сценария осталась лишь задумка про детектива, разыскивающего домашних животных, и команда «Майами Долкс». Съёмки начались в марте 1993-го, во время первого съёмок, в «Живом цвете». Режиссёр Том Шэйдиак сказал, что «Эйс Вентура» — это Джим. Энди Дик. Он просто включал камеру и запускал в кадр Джима. И всё. Одним из самых запоминающихся моментов в фильме — тот, где я его целую. А в следующей сцене он набивает рот жвачкой, потому что понимает, что я парень, и ему становится так плохо, что он пытается забить чем-то свой рот. Мы смеялись до упаду. Если мы видели что-то великое, то это был рот Джима Кэрри. Он огромный. Ремас и Джима приводили в восторг актёров и съёмочную группу, но когда в феврале 1994-го «Эйс Вентура» вышел на экран, никто не знал, как бы его отреагировали зрителям. Мы пошли в кинотеатр в Вествуде, и через пять минут после начала фильма все до единого зрителя, весь зал бился в истерике. Я чуть не помер со смеху. Он говорил задницей. Простите, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Это была революция. То, что он делал, заставляло зрителей валяться на полу. После премьеры мы пришли к нему и сказали, этот фильм тебя прославит. В первый же уикенд из Вентуры собрал 12 миллионов долларов, поражающая цифра по тем временам. Из звездителей Грана Джим Кэрри превратился в звезду в фильме. В конце того же года, закончив работу над последним сезоном сериала «В жилом цвете», Джим принял участие еще в одном фильме «Петер». «Маск». Кто-нибудь, остановите меня. Он был в ударе, особенно после «Маски». Люди хотели смотреть фильмы с Джимом Кэрри, чтобы хорошо провести его. Но в то время, как его карьера шла в горы, его личная жизнь пищала, пошла. Его брак с Мелиссой распался. Навалившиеся на него славы и деньги, стали испытаниями и сделали свое дело. Он попал в другое измерение, что было трудно понять Мелиссии, и это плохо отразилось на их взаимоотношениях. 13 сентября 1994 года, в середине сумасшедшего горя, Джим получил ужасное известие. Его отец Перси Кэрри умер. Его мать умерла в 1991-м от почечной недостаточности. Семьдесят годы он отправился от этого горя. Спустя три года его отец умер от рака лёгия. Джиму с семьей пришлось очень плохо. Джим потерял свое главное вдохновение. Вместе с отцом он похоронил ему удачу, которая помогала ему в ходе и 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 в ходе. Тот чек на 10 миллионов долларов, что я когда-то нарисовал как воплощение своей мечты, я положил в кармонацию, как мы провожали его в последний путь. Это была его мечта, даже больше, чем моя. Но даже несмотря на такое горе, карьера Джима продолжала набрать обороты. Его следующей работой стал шокирующий фильм «Тупой еще тупее» режиссеров-новичков Боба и Питера Ферли. Он играет водителя-неудачника, Тед Кассаблана, который влюбляется в Лоли. Я долго ехал сюда просто, чтобы увидеть тебя, Мэри. Ты можешь снизойти до меня. Каковы мои шансы? Не особо мне. Кассовые сборы составили 127 миллионов долларов, но Джим добился успеха не только в кино. На съемках фильма «Тупой» и «Еще тупее» Джим повстречал Лоран Холли, в которую тут же влюбился. Мечта Джима исполнилась. Он нашел кого-то, кто понимает, каково это быть успешным и знаменитым, и может разделить это с ним. Отношения Джима и Лорана развивались очень стремительно, и они поженились сравнительно скоро. 23 сентября 1996 года Джима и Лоран уже не весь в море, не штат, Калифорния. Середина 90-х была для Джима американскими горками. Сталые горечи потерь, разводы новой любви. Но Джима ждал еще один драматический побород. Он вот-вот должен был отказаться от того, что сделало его звездой. К 95-му году в жизни Джима Керри была новая любовь к актрисе Лоран Холли, а также три комедии, ставшие хитами. Еще в начале карьеры Джим выписал свой чек на 10 миллионов долларов в качестве вдохновения. Спустя 10 лет эта сумма уже не выглядела такой впечатляющей. За рон в комедии Бена Стиллера «Кабельщик» 33-летний Джим получил 20 миллионов долларов. Когда объявили, что Джим Керри получит 20 миллионов, Энди Дикк, мы все опишали. Мне так и сказали, мы сделаем тебя самым высокоплачиваемым актером всех времен. Джим Керри попал в высшую актерскую лигу и стал самым высокоплачиваемым актером того времени, но он по-прежнему хотел все делать по-своему. «Кабельщик» задумывался как черная комедия с Крисом Фарли в главной роли. Но стоило Джиму Керри взяться за фильм, как он принял более темные направления. Для работы над фильмом Джим пригласил своего друга, никому неизвестного сценариста Джада Аппатол. Впоследствии Джад стал режиссером и продюсером таких картин, как «Немножко беременный» и «Сорокалетний девственник», которые подтолкнули его еще более нездоровому направлению. Джим Керри считался актером из искрометно-смешных семейных комедий. «Кабельщик» был совершенно иной картиной. «Кабельщик» не хочет давать людям то, что они ожидают. Я всегда рисковал, и «Свинтура» был риском, так с чего же мне останавливаться сейчас? 14 июня 96-го года, когда «Кабельщик» вышел на экран, зрители были потрясены, увидев совершенно нового Джима Керри. Любимый всеми неудачник превратился в маньяка, жаждущего разрушить жизни своих фильмов. Это был такий темный, сатирический взгляд на взаимоотношения двух парней. «Привет, я бы поболтал с тобой, но у меня тут подружка». «Я думаю, ты его знаешь. Держись от нее подальше. Пока, Стивен». «Этокий агрессивный маньяк, Джон Стейн». «В этом фильме Керри просто бесподобен. Шокирует то, что он вышел из комедии, и от нее ничего не осталось». «Благодаря одному только фильму Керри заявил о себе как о личности, но это многого ему стоило. Его посчитали предателем». Бюджет фильма составил около 50 миллионов долларов, сборы уже не превысили 17 миллионов США, и немногим больше за рубежом, что стало полным провалом. Тем не менее, этот фильм исключительный пример для американского киноискусства. Зрители отреагировали смущенным, что Джим Керри делает в роли этого безобразного маньяка. Дело было не только в его игре, но и в самом фильме. Зрители возмущались. Как он мог так нас провести, какого черта мы пришли на Джима Керри и не увидели, как Эйс Вентура говорит задницы. Джим Керри утверждает, что не хочет соответствовать ожиданиям зрителей, что весьма разумно так. Давая зрителям то, что они хотят, можно очень быстро наскучить. Но неоднозначные отзывы не остановили Керри. Зимой 1997 года он снова превзошел ожидания зрителей, снову с очень серьезной роли. В фильме «Шоу Трумэна» Керри сыграл человека, чья жизнь является предметом реалити-шоу. Мне кажется, вокруг творится что-то странное. Что именно? Объяснять бесполезно, но кругом происходят странные вещи. Шоу Трумэна отражало общество того времени, когда предметами реалити-шоу начали становиться люди вокруг нас. Джим знал это не понаслышке, потому что его повсюду преследовали папарацци. Он мог это не знать. Фильм «Шоу Трумэна» доказал, что Джим разносторонний актер. А не только смешный юлицинский фильм был бы серьезным. В то время как смелые фильмы и такие, как «Шоу Трумэна» удержали Хэрри на виду, шоу-бизнес возымел свое действие на отношения с Лорен Холли. Мы достаточно порылись в мусоре, когда искали. Спустя всего 10 месяцев после свадьбы давление славы пересилило. В очереди 97-го года Джим и Лорен улыбались. В типичной для Кэрри манере Джим отдался работе. Когда режиссер Милош Форман объявил о кастинге нового фильма «Человек на луне», Джим решился изобразить одного из своих идолов. Джим Кэрри восхищался Энди Кауфуна. Когда Энди выходил на сцену, ему было наплевать, нравится он зрителям или нет. Боб из нуда. А это был весьма радикальный подход для стендап комиков, которые обычно хотели нравиться. Поэтому даже сами комики восхищались Энди, и на многих из них он оказал влияние, особенно на Джима Кэрри. Но чтобы получить роль Энди Кауфуна Кэрри, пришлось сразиться с несколькими известными голливудскими актерами. Том Хэнкс, Шон Пэнн, Николас Кэрри. Милош придумал весьма хитрую штуку. Он объявил, что претенденты на роль Энди Кауфмана должны записать демо-ролик. И вот как-то звонит телефон, это был Джим Кэрри, он сказал, «Боб, я сделал демо-ролик и хотел бы показать его тебе». Исполнительному продюсеру и близкому другу Энди Бобу и Змуду поручили оценить работу Кэрри. На следующий день Змуду ждал Джима в его домашнем театре, пока тот разговаривал по телефону. У него на видео шли отрывки с Энди Кауфманом из шоу «Субордным вечером» в прямом эфире и фильма «Такси». Проходит 10 минут, входит Джим с бумажным пакетом в ОК и говорит, «Я хотел бы показать свою демо-запись». Он лезет в пакет и вдруг заливается смехом, я не могу понять, что с ним происходит. Тут он открывает пакет и выясняется, что в пакете пусто. Знаете, что он сделал вместе со своим другом Джадом Апатолом? Они взяли старые ролики с Энди и заменили их Джимом. В его образе все же самые хатырки. Разницы не было никакой. Я был поражен. Я буквально закричал, «Роль твоя!» Это было нечто потрясающее. Чтобы получить роль, Джим подменил героя самому. Но когда начали съемки, он пошел еще дальше. Время вечеринки для Латки. Только сними пижаму. А я думал, это хорошая вечеринка. Латки, послушай, послушай. Печенье и наркотик? А? Нет. Нет. Он полностью вошел в роль Энди Кауфмана. Так что, если вам надо было поговорить с Джимом Кэрри, вам пришлось бы говорить с Энди Кауфманом. Он полностью вошел в роль Энди Кауфмана. Мари Лу Хэннер. Временами стоило лишь взглянуть на него во время съемок, и вы понимали, что перед вами Энди Кауфман. Энди Кауфман. Джим Кэрри отлично сыграл Энди Кауфмана, Тони Клифтон, а также меня, Тони Клифтона. Тони Клифтон был вторым я, Энди Кауфман, но только имеющим успех у женщин. Джиму Кэрри удалось сыграть обоих в равности. Бывало, в первой половине дня он играет Тони Клифтона. Я не пойду. Мы же договаривались. Я ни с кем не договаривался, вы, наверное, договорились с кем-то другим. Я договорился с Энди Кауфмана. Я не знаю никакого Энди Кауфмана. Потом Тони исчезал, и во второй половине дня мы снимали сцены с Энди Кауфманом. Джим, он же Энди Кауфман, так старался, что у него даже как-то разбит был нос. Знаете, Тони никогда не любил Энди Кауфмана. Как-то они повздорили, и Тони ударил Энди. Я до сих пор не знаю, как Джим пошел на такой экстрим и льдал себе в нос. Никто ничего не понял, но Энди потом сказал, что это Тони его ударил. Игра Кэрри принесла ему золотой глобус и восторженные вызовы. Джим всегда хотел играть драматические роли. Фильм «Человек на луне» показал продюсерам, режиссерам и сценаристам Болливуда, что Джим на них спасает. Способен быть как смешным, так и серьезным. В течение следующих пяти лет Джим продолжит выбирать неожиданные фильмы от романтической мелодрамы «Маджестик» до независимого фильма «Вечное сияние чистого разума». Лучший его фильм — это «Вечное сияние чистого разума» с точки зрения актерской работы. Ты убил меня, потому я и здесь, потому я и делаю это. Извини меня. Ты... Ты меня знаешь, я импульсивна. Его мастерство феноменальное. Эндрю Лаза. Он постоянно пытается раздвинуть границы. Но самый смелый фильм Джима дал неожиданный результат. К 2004 году 42-летний Джим Керри покорил телевидение и кинематограф как высокобюджетный, как и независимый. И все это он сделал на своих условиях, рискуя на каждом шагу. Но его профессиональные достижения наложили отпечаток на личную жизнь. Спустя два десятилетия в шоу-бизнесе Джим собирался изменить положение дел. Он был так поглощен карьерой, что когда его спрашивали о его хобби, он их выдумал, Джоэл Стейн. Он мог сказать, я занимаюсь верховой езгой, потому что он однажды проехал вверху. Кажется, он останется таким до конца жизни. Джим всегда стремится к большему, не только в карьере, но и в личной жизни. Он очень проникся в философии Экхар Толли. Экхар Толли, популярный автор, помогающий людям самосовершенствоваться благодаря различным мировым религиям, стал вдохновением. Он много медитировал, и кажется, он стал в какой-то мере счастлив. В 2005 году Джим наконец обвел гармонию в личной жизни. На вечеринке по поводу дня рождения актера Дэвида Спейда он познакомился с бывшей звездой полубоя комедианкой Дженни Маккарти. Я пошел на вечеринку, она посмотрела на меня и сказала, ты выглядел таким умиротворенным, это фоник, как вы подойдете. Забавно, как приходит чувство, это просто удивительно. Когда я впервые увидел Джима и Дженни вместе, я подумал, как это здорово, потому что Дженни очень свободный духом женщина. И я знаю, что она подойдет Джиму и сможет его понять. Они появились в жизни друг друга. У нее есть сын-аутист, с которым Джим очень сблизился. Она поводилась с его дочерью. Пока Джим переживал новую любовь, его карьера тоже не стояла на месте. В 2007 году сценаристы фильма 2003 года «Блокой Санта» искали актеров для нового мелкого бюджетного фильма. «Я люблю тебя, Филипп Моррис». Это фильм о мошеннике, который попал в тюрьму и нашел свою истинную любовь. Джон Реппо и Глен Фикаро. Когда продюсер Эндрю Лазар прочитал сценарий, он подумал именно о Джиме. Еще по вечному сиянию, я понял, что Джим старается сделать что-то необычное, и эта роль подходила как нельзя лучше Эндрю Лазар. Мы подумали, он сошел с ума, но пусть себе сходит, он же продюсер. Он позвонил Джиму в пятницу. В понедельник Джим сказал, что он с нами. Мы были потрясены. Джим пришел на пробу со словами «Это один из трех фильмов, в которых я по-настоящему хотел сниматься». Два других были «Вечный сияни» и «Шоу Тома». Но далеко не все поняли Джим в роли гомосексуалистов и с графическими откровенными сценами. Фильмы про геев принимают далеко не все и далеко не всегда. Нет, я не адвокат, я Стивен, мать его, Рассел. И я требую нормального вселенного отношения. Мой парень выходит из тюрьмы на следующей неделе. Многие люди из окружения Джима называли этот фильм «Я ненавижу тебя, Филипп Моррис», потому что не хотели видеть в нем Джима. Эти консерваторы только провоцировали его. Ему нравится рисковать. Я как-то встречался за ланчем с Джимом, его агентом и менеджером. Один из них сказал, «Неужели не обходили сниматься в этом фильме? Это же провокация, и фильм». А Джим ответил, «Потому я не снимаюсь». Он ответил так, как ответил бы его герой, Стивен Рассел, «Ник» с Джимом одинаковый энтузиазм. Я не могу быть правдивей Стивена Рассела, мистер Эль Лейн Холм. Он и так правдорублен. Фильм «Я люблю тебя, Филипп Моррис» был встречен аплодисментами на кинофестивалях по всему миру, но когда дело дошло до кинотеатров, ситуация изменилась до неузнаваемости. Фильму очень трудно было пробить себе дорогу во многом из-за геи подоплёгия. В фильме есть весьма смелые сцены, но тем он и интересен. Изначально фильм должен был выйти в прокат весной 2010-го года, но он оставался в подвешенном состоянии месяцами, однако за рубежом Филипп Моррис собрал более 14 миллионов долларов и Джим Кэрри получил свою работу весьма хорошие сцены. Думаю, роль Стивена Рассела – самая смелая и самая значимая роль Джима Кэрри. Но пока его карьера пробегалась вперёд, его романтическая жизнь развивалась по известному статусу. В апреле 2010-го года Джим сделал неожиданное заявление, они и с Дженни Расселем. У него были потрясающие отношения с разными женщинами, но он не из тех, кто остаётся с кем-то навсегда. И в конце рабочего дня он предпочитает находиться в одиночестве, нежели в обществе кого-то. К концу третьего десятилетия карьеры в Голливуде Джим является редким голливудским ветераном, который продолжает развиваться, даже если это означает несоответствие ожиданиям по клубу. Что мне нравится в Джиме, так это то, что он открыт новому. Он не хочет быть просто комиком или драматическим актёром, он хочет творить искусство. Джим продолжает подниматься всё выше и выше, и не только развиваясь как актёром, не снимаясь в более значимых ролях, но и развиваясь как личность. Он живёт по своим правилам, он идёт по своему пути, и ему не важно, нравится он вам или нет. Ему всё равно, потому что он делает то, что хочет делать. Он рискует, но он всегда рисковал. Я просто хочу играть разные роли, просто меняться и расширить свои горизонты. Фильм переведен на озвученную производственной базе ТПО «Рэдфилл».